У российских школьников, как уже было сказано, горячая пора. Время ЕГЭ. 26 мая сдавали предметы по выбору. Химию, географию или литературу. 29 и 30 мая состоялся первый обязательный экзамен. Это русский язык. Затем идет математика. Так ли легко дается в руки царица наук тверским школьникам? С пункта проведения экзамена репортаж нашего корреспондента. До начала экзамена считанные минуты. Экзаменуемые уже собрались во дворе пункта проведения ЕГЭ школы номер 14. Как признались выпускники, математика самый сложный предмет из всех. Не зря же ее называют царицей наук. Потому и волнуются больше. Делится ученица Тверского лицея Ксения Моросеева. Я думаю, что трудно не сдать русский. Математикой намного сложнее. Затруднение, наверное, с геометрией и некоторыми номерами. Сейчас там в ЕГЭ встречаются производные, задачи на скорость, движение. Ну, такие вот. В принципе, возможно решить на нормальный балл. Математика – обязательный предмет после русского языка. Экзамен считается сдан, если ученик преодолел минимум 27 баллов. Чем больше, тем выше шанса стать студентом желаемого заведения. Это понимает и Даниил Богодеров, который планирует поступать в политех. С математикой будущий абитуриент дружит, но... Есть моменты, которые нужно учить. Если ты в 8-9 классе не учил, то в 10-11 будет очень сложно. И вот, ну, как бы у меня такая ситуация. В 11-м как бы чуть-чуть начал работать, и уже поздно. И поэтому, как бы, ну, мне бы знать. В этом году математику в Тверской области, как обязательный предмет, сдают около 5000 учащихся. Одни – базовый уровень, другие, как Даниил – профильный. Это те, кому нужен высокий балл для поступления. В первом случае на всё про всё – три часа. Во втором времени даётся больше. У нас сегодня 177 человек. Дети сдают профильную математику. Экзамен будет длиться 3 часа 55 минут. Дети волнуются. Это для них очень большой стресс. Но их готовят заранее к этому. Они приходят подготовлены и морально, и умственно. Мы тоже стараемся здесь обеспечить такую атмосферу доброжелательную. Большое внимание уделяется безопасности детей и чистоте процесса. Все участники ЕГЭ проходят в аудитории, миновав металлические рамки, которые срабатывают на наличие опасных предметов и гаджетов. Списать нереально. Классы оснащены камерами видеонаблюдения. Кроме того, остаётся тайна и содержание пакетов с заданиями. Кимы печатают на месте. В Тверской области с 2019 года реализуется технология печати Ким в аудиторию. Экзаменационные материалы поступают в пункты проведения экзамена в зашифрованном виде заранее. И ровно в 9.30, когда поступает пароль, члены государственной экзаменационной комиссии эти материалы активируют. В аудиториях организаторы могут начинать распечатку. Математика — это уже для многих третий по счёту экзамен. 26 мая школьники сдавали ЕГЭ по химии, географии и литературе. Это предметы по выбору. 29 мая — русский язык. 1 июня — математику. 5-го — историю и физику. 8-го — общество знания. 13, 16 и 17 июня — иностранные языки. И 20 июня — последний ЕГЭ — это информатика. Для тех, кто не смог уложиться в этот график по причине болезней или два нужных экзамена выпадают на один день, будут резервные дни.